Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплийца социальных технологий. Ну что, мы завершаем наш прекрасный курс. В предыдущем видео вы, наконец, выяснили, как вывести в прямой эфир концерт группы Portkiss Head. И сегодня уже, что называется, постпродакшн. Причем я бы не сказал, что это информация для продвинутых. Это скорее то, что не уместилось в предыдущие уроки. Например, вот вам заметка из комментариев. Ввести эфир с мобильного телефона можно только если у вас тысяча и больше подписчиков. Я это упустил, потому что мобильным не пользуюсь и вам не советую. Но Виталию Рахманову спасибо. Ну а мы возвращаемся в ОБС. И первая очень удобная и в чем-то даже незаменимая функция – это режим студии. Режим студии – это предпросмотр кадра, который вы планируете выпустить в эфир. Собственно, вот он у нас в левом мониторе. То есть вот вы выбрали сцену, удостоверились, что все нормально. В эфир у нас сейчас идет вот эта сцена и запускаем выбранную. Переход. И теперь у нас в эфире идет заставка с девушкой. Выбрали чего-то еще. Переход. Кстати, можно сделать обрезку и кадр сменится в стык. А еще тут есть как на пульте такая штука, когда вы сами регулируете скорость взаиморастворения. Вещь мало востребованная, но при первом знакомстве, особенно если человек никогда не монтировал, вызывает фурор. Зачем нужен режим студии? В принципе, если вы уверены в содержании сцен, действительно особо не нужен. Но вспомните, например, стрим Милова, который мы разбирали в четвертом уроке. Я говорил тогда, что менять надписи и фото можно в прямом эфире. Как? Ну вот как раз в режиме студии. Запустили в эфир кадр. Еще раз предположим, что я тут не эстетичный, а вещаю с камеры. Это не важно. Дублируем эту сцену. Я это сделал заранее. А вот дубль два. Просто вот эту надпись надо сделать заново. При дублировании, по крайней мере у меня, она связана с исходной сценой и замена текста здесь меняет текст и там. Ее нужно удалить и сделать все заново. Я это сделал заранее вот в этой сцене. И теперь при переходе мы, оставляя весь кадр неизменным, меняем только надпись. Ну то есть в эфир идет правый кадр. В левом мы по-быстрому меняем надпись, закидываем новое фото и запускаем все это в эфир. На запуск в эфир я настроил горячие клавиши. Сейчас кадры сменяются затуханием. Можно поставить здесь обрезку и они будут сменяться по горячим клавишам встык. А вот так. А сами горячие клавиши можно настроить здесь. Здесь глобальные, а вот переход в режиме студии, а здесь горячие клавиши на каждую сцену. Ставьте лучше в сочетании с control. Одна буква может сработать, если вы просто печатаете текст. Еще в настройках вот сюда можно заглянуть. По настройкам я не буду отдельно пробегать, в принципе к ним можно особо не обращаться, но вот здесь по-моему по умолчанию стоит выходное разрешение 720. Если снимаете 1080, лучше 1080 и отдавать. Так, еще одно действие, которое может вам понадобиться. Если вы ведете совместные стримы, вам надо смотреть ролик со вторым спикером, с которым вы связываетесь по зуму, не комментировать его. Ну, сам ролик запускается просто, через источник медиа. Лежит у вас на компьютере, это понятно. А как показать его в реальном времени спикеру? Просто расшарив экран в зум. То есть, вы общаетесь в зум. Звук в эфир из зум собственно и идет. Вы смотрите ролик в ОБС. Второй участник через зум. А зрители смотрят то, что у вас в мониторе, то есть сам ролик и слушают ваше обсуждение. И последнее это луты. То есть предустановленная цветокоррекция. Вещь очень полезная и не такая сложная. Вот у меня через отем идет трансляция. Кадр такой серенький. Надо бы его раскрасить. Для этого мы делаем print screen кадра. Правая кнопка мыши и сделать скриншот. Кадр у вас сохранился вот здесь. Запомните расположение, вам его потом нужно будет найти. И переходим к цветокоррекции. Которую мы будем делать естественно в DaVinci. Других программ для качественной цветокоррекции просто не существует. Находим наш скриншот, кидаем на монтажный стол и красим. Даже не буду ничего рассказывать о цветокоррекции в DaVinci. У меня есть серия скринкастов, ссылка в описании. Вот такой вот наскоро покрашенный кадр. Было. Стало. Нет, сейчас я накручу что-нибудь такого, чтобы было ясно, что цветокоррекция была. Пусть будет ужасно, но видно. А вот. И теперь нам нужно найти оригинальный лут. Ну то есть то, что OBS использует в качестве лута. Он лежит здесь. В OBS. Дата. OBS плагины. OBS фильтры и луты. Запрятан, короче. А вот он. Оригинал в PNG. Берем, кидаем в DaVinci и переносим на него цветокоррекцию из предыдущего кадра. Ну то, что мы собственно накрутили. Цветокоррекция, напомню, копируется кликом по среднему кулесу мыши. Скопировали коррекцию. К сожалению, это еще не все. Нам это нужно теперь сохранить в PNG, да еще и в разрешении 512 на 512. Сначала меняем разрешение таймлинии. Простите, делаю все очень быстро. Смотрите на паузе. Теперь граб стил и экспорт стила в PNG. Экспортировать можно куда угодно, а главное потом найти. И теперь берем интересующий канал. Правая кнопка. Фильтры. Тут у нас предыдущий лут. Удаляем. И добавляем вновь созданный. Применить лут. Ок. Находим только что созданный лут. А вот он. Все. Включаем камеру и видим розоватые изменения. Вот так выглядел кадр. Было. Стало. Было. Стало. Сейчас самый приятный момент. Автостоп на виниле. Ну и собственно под него я буду с вами прощаться. Все. Смотрите Теплицу. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Ну и проводите стримы. В теории вы все теперь знаете. Осталось воплотить на практике. Все. Всем пока.